Да, действительно, в кинофильмах-ужастиках кровожадных акул сегодня ощутимо потеснили пираньи, заставив зрителей поверить, что самое страшное место на Земле — это реки Южной Америки, где они водятся, эти рыбы. При этом напуганное человечество почему-то не берет в расчет, что на берегах этих рек, кишащих пираньями, на протяжении многих веков живут люди, которые спокойно себе купаются, стирают белье и рыбачат. Может, коренное население Южной Америки не такое вкусное, как туристы или пираньи своих жалеют? Давайте разбираться. Науке известно около 50 видов пираньи, живущих во всех пресных водоемах Боливии, Перу, Парагвая, Уругвая, Аргентины, Колумбии и Венесуэлы. Тело этой ребешки плоское, оно покрыто мелкой блестящей чешуей, как правило, серебристого цвета. Размеры колеблятся от 20 сантиметров до полуметра в длину, вес не более килограмма. Легендарные зубы этой рыбы имеют треугольную форму и при смыкании челюстей входят друг между друга наподобие застежки молния. Это позволяет молниеносно оторвать от тела жертвы кусок мяса, чтобы через несколько секунд вновь броситься в атаку. Вот такая рыбешка. Именно за счет такой техники нападения стая пираньи способна в считанные минуты расправиться с довольно крупным животным. Однако из 50 известных науки видов этой рыбы подавляющее большинство питается исключительно падалью, работая с санитарами амазонки. Лишь два вида представляют опасность для человека. Это обыкновенная пиранья, которую, как ни странно, чаще всего можно встретить в аквариуме. И так называемая большая пиранья. Вот только эти два вида опасны для человека. Насколько я понял, в 20 и 21 веке не было зарегистрировано ни одного случая, когда нападение пираньи стало бы причиной смерти человека. Однако существует немало достоверных историй о том, как пираньи людей калечили. Чаще всего цитируют в интернете ужасный случай, очевидцем которого в мае 1920 года стал путешественник из Нью-Йорка Хамильтон Райс. На его глазах выскочившая из воды пираньи откусила пенис голому 10-летнему мальчику, стоявшему в реке по колено в воде. Случай, конечно, ужасный и действительно уникальный, так как в основном пираньи норовят откусить человеку палец. Современная статистика свидетельствует о том, что 90% жертв пираньих зубов это неосторожные рыбаки, лишившиеся пальцев на руках или ногах в тот момент, когда они снимали пойманную пиранью с крючка или живую бросили ее на дно лодки. Так что человек, отправляющийся на ловлю этой зубастой рыбки, должен помнить пословицу «на войне, как на войне». Кстати, мясо пираньи считается в Южной Америке деликатесом. Его обожают не только люди, но и кайманы, речные дельфины, цапли, водяные черепахи и крупные хищные рыбы. А вот индийцы-амазонки пираньи не только едят, но и подкармливают жители болотистых местностей, у которых не принято хоронить своих умерших в нашем понимании этого слова, сначала погружают своих покойников в водоем, где водятся пираньи. Через некоторое время они достают идеально чистый скелет, который раскрашивают в традиционные цвета и придают уже земле. Не лучше выглядит и традиционная индийская казнь. Виновному опускают на веревке в воду, рядом бросают тушу мертвого животного. Пираньи, привлеченные запахом трупа, сначала съедают его, а потом в азарте принимаются из-за приговоренного, оставляя от него в конечном итоге один скелет. В общем, для южноамериканских индейцев пираньи такая же часть природы, как и они сами. Эти рыбы стали загадкой и страшилкой только для цивилизованного мира. Сколько уже снято фильмов, в которых кровожадные твари, поселившиеся в каком-нибудь мирном озерце, уничтожали добрую половину местного населения. А периодически проскальзывающиеся в прессе сообщения о пираниях, выловленных то в Темзе, то в Москве-реке, то в североамериканских водоемах. Большинство склонно считать это газетными утками, однако ученые не исключают такой возможности. Это могут быть бывшие обитатели домашних аквариумов, надоевшие владельцам, либо из-за их неаккуратности попавшие каким-то образом в канализационные системы, а оттуда уже в водоемы. Наука еще очень многого не знает об этих серебристых обитателях южноамериканских рек и озер. Заниматься их изучением в искусственных условиях невозможно, так как в аквариумах пиране теряют агрессивность от того, что отпадает необходимость добывать себе пропитание. А наблюдающие их в естественных условиях исследователи противоречат друг другу. Один попал в естественные места обитания пираний во время засухи и утверждает, что это исчадие ада, не щадящее ничего живого. Другой в период дождей, когда в реках Южной Америки можно безбоязненно купаться. Третий побывал в различных местах в разное время и пришел к выводу, что поведение этих хищников непредсказуемо. И что самое парадоксальное, каждый из них по-своему прав. Поэтому таможни США тщательно контролируют ввоз пираний на территорию страны, подогревая моду на этих хищниц среди аквариумистов. Американские законы, ограничивающие ввоз и распространение пираний, были приняты из простой предосторожности, чтобы не дать этим рыбам раскладиться в реках и озерах умеренного климата. На юге Флориды, например, или в Южной Калифорнии. Тем не менее, еще в 1970 году специалисты, ведущие наблюдения за дикой фауной Флориды, сообщили, что в одном из водоемов штата была поймана самая настоящая южноамериканская пиранья. Так что, уважаемые жители солнечной Флориды, купайтесь лучше в бассейнах.